Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот следующее предложение, оно очень сильное Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь И дальше автор идет еще дальше И он пишет Не будь побежден злом, но побеждай зло добро Это место помогает нам в те минуты, когда мы думаем, что справедливость невозможна и ее просто нет Или когда вот та справедливость, о которой мы думаем, должна иметь место, вот этой справедливости на самом деле нету, мы ее не видим Нечто подобное мы находим в первом послании Петра в третьей главе И нам помогает то, что мы можем видеть места об этом в разных книгах Нового Завета Вот восьмой и девятой стихи третьей главы Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирно-мудрены Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение Мы видим опять противопоставление С одной стороны, воздавание злом за зло или возмещение этой обиды тем способом, который нам кажется справедливым И с другой стороны, благословение И то же самое мы находим в первом послании к Пессалоникийцам в пятой главе Пятнадцатый стих Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло Но всегда ищите добра и друг другу и всем Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе Духа не угошайте Вот я вам вчера говорил, что та статья, которую я вам раздал Она, наверное, самая цитируемая статья в Америке Давайте сейчас все достанем эту статью Возьмите ее перед собой И мы сейчас некоторые отрывки из этой статьи прочтем вместе Вот он пишет, что отказывая в прощении Единственное утешение мы находим вместе Однако вместе крепко связывает нас с прошлым И обрекает на его повторение Вот человек, который говорит, я никогда не могу его простить Или никогда не смогу ее простить Он связывает себя с прошлым Потому что отношения с этим человеком, взаимоотношения с человеком Они застыли на месте, они не могут дальше развиваться С помощью мести счеты свести невозможно Ибо у каждой из раздущих сторон свои критерии расплаты Враги никогда не договорятся Потому что и тот, и другой воспринимают раны, нанесенные ему, иначе, чем наносимые им самим Сколько нужно Берутов, чтобы отомстить за Холокост? Сколько и какие унижения с ее стороны послужат достаточной раскладой за его пощечины? Счеты свести не получится В этом внутренняя обреченность любой мести Вот представим ситуацию Муж и жена, они доставляют друг другу какие-то обиды И если они остановятся на этом Они лишь будут усугублять это И повторять по этому кругу Наносить друг другу вот эти обиды И дальше автор пишет Прощение снимает нас с эскалатора мести Разрывая таким образом Целую цепь совершенных в отместку злодеяний Мы начинаем все сначала И начинаем так, как будто наш обидчик не причинил нам никакого зла При этом мы приступаем в средство новых и более честных отношений Дальше он пишет Во-вторых, прощение приносит справедливость прощающим Именно пострадавший испытывает на себе всю тяжесть несправедливости Тем не менее, отказываясь простить Он обрекает себя на еще большую несправедливость У нас есть одна статья И есть уже три копии этой статьи Поэтому, если у вас будет желание прочитать У вас есть такая возможность И в этой статье описывается такая ситуация Муж и жена Она в положении Осталось четыре недели до предстоящих родов И в своем думе она обнаруживает доказательства Непримежимое доказательство того, что у него есть отношения с другой женщиной Причем, женщина эта – ее лучший друг, ее лучший подруг Это происходит время и время, и время, и время, и время Ситуация – это очень типично И такая ситуация происходит достаточно распространенная Она в лицо ему об этом заявила, что она знает На что он ответил – «Я ухожу» Где-то в своем подсознании он ожидал того, что она обнаружит И когда она обнаружит, это будет поводом для того, чтобы уйти Она осталась одна Одна пережила роды ребенка Одна воспитывала его, растила И в то же самое время она узнает, что ее бывший муж купил новую машину своей новой подружке Потом женился на ней И построил для нее новый дом Она осталась жить вот в том доме, в котором они жили Потом она не смогла уже этот дом содержать Она переехала в маленькую квартирку со своим сыном, который родился Она ездила на старой машине, которая постоянно ломалась И что ей делать? Искать месть Что она может сделать ему, что уравняет вот ту обиду, которая нанесена ей? Что ей делать, когда она встретится с этой женщиной, которая стала его новой женой Случайно, может, где-то в магазине или на улице? Что ей делать, когда ее бывший муж захочет провести время с ее сыном? Автор пишет А честно ли держаться за горькое прошлое? Честно ли позволять прежней обиде терзать вас снова и снова? Месть встраивает в душ видеопленку, которую невозможно выключить Она непрестанно проигрывает сознание, мучительные сцены прошлого, целиком его девайва И во время такого просмотра вы вновь ощущаете приступ боли Разве это честно? Прощение выключает эту кассету с мучительными воспоминаниями Оно освобождает вас И это единственный способ избавиться от неприходящей боли Запечатленной памяти У нас есть очень близкий друг, друг нашей семьи, который участвовал в Второй мировой войне и оказался в плену Его в плен забрали японцы на филиппинских островах И вот десять тысяч американских солдат увели высоко в горы И девять тысяч из десяти там погибли, только тысяча выжило Вот пережила вот этот плен Но из этой тысячи люди настолько истощились, очень многие заболели там малярией Потом японские командиры, они обнаружили, что американцы наступают и удержать им позиции не удастся Они всех этих заключенных пленных посадили на корабли и увезли И когда они переплывали через океан, они обнаружили, что подводные лодки американские Они рядом и могут поразить корабли Но тем не менее они доплыли до Японии И опять увели их высоко в горы У них не только малярия, воспаления легких были И пробыли они там три с половиной года до тех пор, пока война не закончилась Прошло сорок лет, я сижу с этим человеком, разговариваю Я спросил, ты когда-либо хотел написать свое вспоминание о том, что ты перенес в плену? Он говорит, нет Он говорит, я не могу спать, у меня язвы Он покаялся Вот он покаялся Мы с ним долго об этом разговаривали Но просить он смог только при помощи других людей Я убедил его в том, что нужно писать Он написал где-то страниц сорок Его жена взяла то, что он написал и отослала другим пленникам от той войны И он обнаружил, что другой пленник, который был вместе с ним там, живет всего лишь в ста милях от него В течение сорока лет все эти воспоминания он держал в себе Не зная о том, что другой такой же человек живет всего лишь в ста милях от него Когда они могли бы разговаривать друг с другом, обсуждать все И другой человек мог бы помочь ему, в то время как он сам мог бы помочь тому человеку Я думаю, что у многих из нас есть вот эти воспоминания, которые, как эта видеопленка, постоянно проигрываются у нас в голове И как мы уже говорили в понедельник, часто мы ищем людей, которые бы сочувствовали нам для того, чтобы мы могли бы вновь и вновь прокручивать в голове у себя эту видеопленку И автор пишет в этой статье, что единственная надежда для нас это простить Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И затем он переходит к следующему разделу, он пишет о том, как прощать И он пишет, я должен что-то сказать о том, как прощать, но не могу, сам не знаю Чарльз Уильмс говорил, что наше прощение, впрочем, как и любовь, всего лишь развлечение В сущности делать это мы не умеем Может быть не умеем, мы этим не умеем не делаем Вот три моих наблюдения того, как люди прощают Первое – прощают медленно Полагаю, что существуют и те, кто прощает сразу, но таких немного Не стоит рассчитывать на силу быстро простить глубокие обиды Вот, например, кто-то подходит к вам и говорит, прости меня А раны, обиды очень глубокие Вы знаете, что Бог бы на вашем месте сказал прощать Но вот, чтобы вы в своей жизни это прочувствовали, может потребоваться время И автор пишет, что есть те, которые могут прощать сразу, но он считает, что таких людей на самом деле не так много Второе – прощают сообща Он пишет, может ли кто просить в одиночку? Он говорит, я не думаю Я нуждаюсь в людях, которые обижают и ненавидят, так же, как и я Мне нужны те, кто проходит через те же испытания, которые тут у меня, прежде чем я смогу простить Прекрасно, если вы умеете справляться с этим в одиночку, но если вас не отпускает записанная видеопленка пережитая боль, ищите общение с теми, кто прощает день сразу, они могут помочь И вот наш пленник, о котором мы только что говорили, нашел другого человека, который пережил то же, что и он пережил И в результате они смогли помочь друг другу и вместе пройти через это Когда он вернулся с войны, он посещал церковь Он зашел в эту церковь Его приветствовали, когда он заходил И приветствовал его человек, который был японцем по национальности Когда он увидел его лицо, он вспомнил все то, что он там пережил Вот этот человек в то время еще не был верующим То есть он пришел в церковь, но не был верующим, он еще не покаялся И в плену он провел эти испаные годы, не будучи верующим Вот я не думаю, что я молился много Все, что мы пытались сообразить, это как выжить И большой радостью было видеть, как этот человек молится, просит прощения Но он нашел другого человека, который был обижен так же, как и он И тот человек мог ему помочь так, как я не мог Конечно, я какую-то боль его мог понять, но Насколько глубоко это все, конечно, я не мог это понять И третье, автор пишет, прощают в ответ на прощение Вряд ли прощающий, если его об этом попросить, сможет раздваничить чувство, которое он испытывает, когда получает прощение, и ощущения, переживаемые в минуту, когда прощает сам Мы представляем собой такой конгломерат обидчиков и обиженных, что не можем прощать тех, кто причиняет нам боль, не ощущая при этом и собственного освобождения Что дальше следует в этой статье, это описание истории одной женщины, которую звали Кори Тен Бум История эта достаточно известна, ее можно рассказать в других книгах о прощении Вот она вместе с другой своей сестрой Бейтси Вот она вместе с другой своей сестрой Бейтси И она чувствовала, что она, по желанию, обижена даже тех, кто защитил стул Она оказалась на войне, оказалась в плену, оказалась в конституционном лагере Вот что она пишет В годы войны она провела в конституционном лагере, где ей пришлось пережить немало позор и унижений Особенно в душе, которое приходилось принимать под косыми взглядами похотливых надзирателей Она выжила в этом аду и в течение времени почувствовала, что с Божьей помощью простила даже тех негодяев, которые охраняли душевые кабинки Так она проповедовала прощение всем людям в Европе Она проповедовала в Бумен Дали, в Соединенных Штатах и даже однажды в Мюнике И вот там, в Мюнхене, после проповеди, приветствовала людей, она увидела, как к ней подошел человек и протянул руку Да, Фролин, замечательно, что Иисус прощает на все грехи наши, каковы говорить И она вспомнила это лицо, и был хитрый, вожделенный, насмешанный взгляд одного из эссесов надзирателей в лагерном душевых Ее рука застыла, она не могла простить Она думала, что давно все простила Но когда надзиратель писал перед ней вот так, воплотить, простить она не могла Стыдясь и ужасаясь саму себя, она родилась Господу в молитве Господи, прости меня, я не могу простить И во время молитвы она почувствовала, что Бог простил и не отверг ее, даже несмотря на плохо сыгранную ей роль, дарующего прощение Рука внезапно оттаяла, лед ненависти превратился в воду Она поприветствовала его и простила, его сма получила прощение Я сомневаюсь в том, что она смогла бы описать, что тогда чувствовала Когда мы прощаем глубокие раны, обиды Мое мнение, что это не наша заслуга, это не мы, кто прощает Это Бог, кто прощает И мы понимаем, что это Его благодать, которая помогает нам простить У нас есть дочь, и она подверглась сексуальным ругательствам со стороны нашего друга С четырех до восьми лет, вот она подверглась таким листованием Когда я об этом узнал, конечно, я был сильно огорчен Три года я не смог приехать в тот город, где мы тогда жили Сначала я даже не мог представить, что я сделаю, когда я его увижу И ничего не сделал Но вы поймите, я пастор И мне приходилось говорить другим, прощайте Я знаю, что в Библии написано, что нужно прощать Но как я сам прощу? И вот мы с Джулией едем в тот город Вместе Мы приехали в этот город, едем по улице мимо этого дома Она плачет, я плачу И вместе мы простили И вместе мы простили Год спустя я освещаю этого человека в церкви И я уверен, что это было в состоянии, где я был птич на него, вместо него И в тот момент я больше чувствовал сожаление и жалость к нему, чем чувство желания отомстить Сейчас его уже нет, он умер Сейчас его уже нет, он умер Сейчас его уже нет, он умер На земле, на этой планете я его больше не увижу никогда Не знаю, окажется ли он на небе или нет Он заявил о том, что он верующий Надеюсь, что он на небе Требуется время для того, чтобы такие обиды зарубцевались Но когда мы прощаем, мы обнаружим, что только благодаря Божьей благодать и Его силе мы можем прощать Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok